Мне сегодня хочется поговорить, вы знаете, я получила это слово буквально как пророческое, оно шло пророчеством. И я решила поделиться его со всеми вами, не только на зуме, те, которые посещают зум, которые посещают вторники молитвенные, то вы знаете, что нашу церковь Господь призывает молиться, чтобы расширять свои границы возможностей. Расширять наши пределы, правда? И вот мы стали молиться так, и я очень усиленно за это молюсь. Потому что я знаю, что это Дух Божий хочет, желает, Он ведет нас этим путем. И в одной из молитв получилась вот эта пророчество, получила. Вы знаете, второе Фессалоникийцам 3.5 говорится. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божью и в терпение Христова. Вы знаете, что сказал мне Господь? Когда мы просим, чтобы Бог расширил наши возможности, расширил наши пределы, распространил и расширил наши границы, то Бог начинает расширять наше терпение. Пределы нашего терпения. Это к нашему удивлению. Мы совсем не этого ждем. Почему Бог начинает именно с этого? Расширяет границы нашего терпения. Что это означает? Я задалась вопросом, когда Бог сказал мне, я сама была очень удивлена. Почему Бог начинает расширять именно это? Мы же просили вроде как расширить возможности для служения. Расширить границы для познания Бога больше. Расширить наши пределы и возможности для Духа Святого. И Господь сказал, потому что только по силам нашего терпения дается сила нашему Духу. Я всех призываю услышать. Я очень хочу, чтобы вы были внимательны, потому что от того, насколько вы слышите, зависит, насколько вы продвинетесь. Вы знаете, как много о терпении говорили апостолы. Насколько оно нам просто необходимо для того, чтобы стать совершенными. Для того, чтобы совершать дела Божьи. Для того, чтобы совершать дела веры. Для того, чтобы совершать дела любви. Для того, чтобы являть силу Божьей. Оказывается, для всего этого нужно терпение. Недостаточно только верить. Но надо иметь совершенный характер в терпении. Вы услышали? Совершенный характер в терпении. Я хочу прочитать вам Якова 1, 2, 4. Говорится с великой радостью. Принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Фабрика терпения производит терпение. Что? Искушение. Испытание. Производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие. Для того, чтобы вы были совершены во всей полноте. Без всякого недостатка. Нетерпение проявляет множество недостатков. Кто из вас поднимет руку и скажет у меня нет недостатков? Найдется такой смельчак? Или самоуверенный? Может и найдется, не знаю, скромно руку не поднимет. Но я думаю, нету такого среди нас. Только Иисус Христос был без недостатков. Так вот, когда у нас нет терпения, все недостатки наружи. Тогда проявляется и злоречие, и зломыслие, и негодование, раздражительность, недоброжелательность, ненависть, непочтение. Вы знаете, я могу долго-долго продолжать этот список. Думаю, не стоит, правда? Мы все знаем, что все негативное будет проявляться. Потому что ничего хорошего не живет в плоти нашей. И если нет терпения, оно все выходит наружу. Все недостатки нашей натуры проявляются тогда, когда мы не хотим терпеть. Когда у нас нет терпения, даже послушание Богу не может быть без терпения. Ну, подумаешь, я не умею терпеть, но я же послушан Богу. Возможно такое? Нет. Можно даже с уверенностью сказать, что такого не может быть. наше послушание Богу напрямую зависит от состояния нашего терпения. Как формулу знаете это? Я повторю даже. Наше послушание Богу напрямую зависит от состояния нашего терпения. нетерпеливый человек не в состоянии исполнять волю Бога. Вспомним хотя бы один случай с Саулом, к чему привело его просто нетерпение. Когда пророк ему сказал, дождись меня, я принесу жертву и будешь сражаться. Дождался Саул. Мы знаем, что терпения у Саула не хватило. Первое царство 13, 12, 14 я просто прочитаю вам. Для того, чтобы эту картину немножко увидели, как Саул оправдывался. У нашего нетерпения всегда есть оправдание. Я много раз слышу, как человек оправдывает себя за свои поступки, которые проявляются из-за его нетерпения. Но я вам честно скажу, нету оправдания у нетерпения. И нет оправдания никакому нашему негативному поступку. Нету оправдания. Пред Богом нету. Это ты сам себя обманываешь, когда ты оправдываешься. И вот мы видим, едва ли кончил он возносить все сожжения то есть Саул к непослушаниям. Приходит Самуил. Не дождался. Не хватило терпения. Вы вообще-то сопоставляете, что я хочу сказать, что Бог хочет расширить наше терпение? Отодвинуть границы нашего терпения почему? Вот если бы у него было чуть больше терпения, он бы дождался. У него была граница очень маленькая терпения. И он не дождался. И только он закончил, приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал, что ты сделал? Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не попросил Господа. И потому решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего. А что за повеление Господа такое великое было? Просто Самуил сказал, подожди меня, я приду. Оказывается, это не Самуил, это Бог сказал. И так худо ты поступил, да? Что ты не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе. ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего. Так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. Что особенного, что великого было ему повелено. Не дождался, ну терпения не хватило, ну не дождался. Он же все равно сделал. Ну просто сам, самостоятельно, принес жертву Богу. Что сказано? Послушание дороже жертвы. Что привело, к чему привело его? Не послушание, не дождался. Вы видите терпение и послушание. Ни терпение, ни послушание. Ни послушание, ни исполнение. просто не дождался. И все потерял. И все потерял. Потерял царство, не которое было бы ему упрочено на всю его жизнь. Вот, мои дорогие, что такое нетерпение. Оказалась такая мелочь. Некоторым кажется такая мелочь. Ну потому что я не потерпел здесь, ну потому что я не дождался. Ну потому что я сделал сам. Нет, не подумаешь. У Бога нет такого понятия подумаешь. У есть послушание, которое приходит через терпение. Или же непослушание, потому что нет терпения. А непослушание это нарушение Его слова. А дальше идут последствия. Бог говорит, изберу другого. Из-за твоего непослушания изберу другого. Из-за того, что у тебя нет терпения, изберу другого. Вы что-нибудь для себя берете. Что-нибудь для себя берете, это так важно. В нетерпении нет послушания, сказал мне Бог. Знаете, Он так конкретно мне это все говорил. Я просто вам передать не могу, насколько я поняла, почему Он берется за терпение в первую очередь. Нетерпеливый человек не может быть послушный Богу. Вот почему, когда мы просим Его, Господи, дай служение, расширь наши возможности, расширь границы, раздвинь, Бог говорит, сейчас, сейчас, возьмемся за терпение и начнем раздвигать границы твоего терпения. Понимаете, что происходит? Чтобы расширить наши пределы в духовной сфере, начинаем расширять наше терпение. Это понимали апостолы. Апостолы то же самое получали от Господа, поэтому он пишет, что терпение надо достигать. А где проявлялось у апостолов нетерпение? Вы помните случай, когда они пришли в одно селение, а селение их не приняли. Вот тут проявилось нетерпение у апостолов. Они сказали, Господи, позволь мы огонь сведем. нетерпение огонь сводит. Иногда устами, иногда поступками и делами. Понимаете, что производит нетерпение? И они хотели свести огонь. Иисус говорит, вы другого духа. Другого духа совершенно, вы не поняли этого. Вот, мои дорогие, что совершает нетерпение. Так что Бог в нас хочет выработать терпение совершенного характера, чтобы мы приобрели характер Христа. Это в первую очередь, что начинает Бог делать. Весьма неожиданно для нас, потому что мы думали сейчас, как границы раздвинутся, сейчас, как все расширится, сейчас начнется, а оно сейчас как началось, но совсем не то, что мы ожидали. Вы знаете, как я вам раньше говорила, и Бог сказал, мне не знаете, чего просите. Мы иногда действительно не знаем, что просим. Почему? Потому что мы не ожидаем, как оно должно произойти, с какой стороны придет ответ. но Бог будет отвечать. И когда Он отвечает, мы не узнаем ответы. Потому что у нас другое представление о том, как Он должен ответить. Но Бог знает, как оно должно осуществиться. Так что вы еще хотите, чтобы Бог раздвинул ваши границы? Есть желающие, поднимите руки. Бог будет действовать, а боится поднять руку. Зато честно. Мои хорошие, кто хочет раздвинуть границы, приготовьтесь. Я думаю, это чудесно получить такое терпение, поверьте. И так, как же происходит это расширение границ нашего терпения? Конечно, нетрудно догадаться, через скорби. Павел пишет к римлянам, что именно скорби производят терпение. Да, помните? Итак, римляне 5-3-5. Он даже хвалился скорбями. Почему? Как ты хвалишься? Чем хвалишься? Он понимал, что это такое богатство, через которое он формируется как личность, что он говорит не только остальным, но и хвалимся скорбями. Зная, что от скорби происходит терпение. От терпения опытность. От опытности надежда, а надежда не постыжает. Почему надежда не постыжает? Потому что любовь Божья излилась в сердца наши, Духом Святым, данным нам. Когда? Когда вот это терпение, снисхождение, когда мы в Духе Божьем, все это происходит. Когда павел пишет, ради чего и из чего он приобрел терпение? Если нетерпеливый человек попадает в состояние Павла, когда он попал в темницу, притом в нижнюю темницу, скованы руки и ноги, пел бы нетерпеливый человек псалмы Господу. Я думаю, нетерпеливый бы не пел. он бы все высказал Богу, зачем, почему, что это со мной такое случилось. Нетерпение умеет роптать. Нетерпение, оно недовольно. Вот Яков, он приобрел совершенный характер терпения, и как он говорит, надо приобрести. Вы знаете, что без терпения никогда не проявится любовь Божья, то есть Агапы. Догадались почему? Потому что любовь что? Долго терпит. Представляете, какие границы, да? Как Господь расширил границы, кому дал любовь Агапы? То есть у любви, у Агапы настолько расширены границы, что надо через бинокль смотреть, чтобы увидеть, где эта граница. А тот, кто говорит, что любит, но нет этой Агапы любви, у него очень коротенькая любовь, быстро кончается. Вместе с терпением. любовь его ограничена. И послушание ограничено. Все остальное тоже ограничено. То есть у его любви есть предел. Предел моей любви. Предел моему терпению. Все, предел. А мы просим, что? Расширь. Господи, расширь наши пределы. Расширь наши границы. Отодвинь. Так что нам необходимо расширение. Чтобы не были мы ограничены ни в чем в этом, правда же? Чтобы даже границы не видели мы. Вот так хочу. Чтобы даже не видели. Почему? Потому что хочу иметь характер Христа. как сказал Павел 2 Фессалоникийцам 3 5 Господь же да управит сердца ваши в любовь Божью и в терпении Христова. Хотите? Хотите? Господь управляет. Господь совершает, другими словами сказать, Господь совершит что? Сердца ваши. совершит вас в любви и в терпении Христа. Ну, я думаю, нельзя этого не хотеть, правда? Итак, любовь без терпения не любовь к Божьему. Вера без терпения не является верой. Послушание без терпения не является послушанием. И даже благочестие без терпения не является благочестием. Поэтому Павел пишет, что нужно это приобрести, прилагая усилия старания для того, чтобы иметь успех. Успех в познании Господа. Понимаете? Чтобы иметь успех в познании Господа. чтобы приобрести плоды Духа нашего. А для этого терпение должно в нас проявляться. Воздержание должно проявляться. И благочестие. Второе Петра 1, 5, 8. Вы замечаете, что все апостолы говорили про терпение? И вот как Петр говорит. Вы, прилагая к всему все старания, покажите. Не говорите, а покажите. Веря ваше, добродетель, в добродетели рассудительности, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия. В благочестие, братолюбие, в братолюбии любовь. То есть филео и агапе. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха. И плода познаний Господа нашего Иисуса Христа. Кто хочет иметь плод познания Господа Иисуса Христа, должен приумножать свое терпение в терпении благочестия. Без терпения благочестия, неблагочестия. Что такое благочестие? Это свойство характера. Это моральное качество человека. Это почитание Бога и почитание ближних в отношениях к Ним. Вот это благочестие. Возможно ли без терпения это все? Невозможно. А морально поступает человек, у которого нет терпения. Почему? Потому что проявляется греховная натура. Поэтому Петр говорит, что именно в терпении благочестия. Мои дорогие, не наоборот, а в терпении благочестия. Через терпение благочестия и любовь. Без терпения любви нет. без терпения нет любви. Так что если мы действительно хотим достичь совершенства, если мы действительно не передумали и желаем расширять наши пределы и наши границы, должны приготовиться к тому, что Бог будет расширять наше терпение. А это значит, что придут трудности, придут какие-то обстоятельства, при которых нам придется упражняться в терпении. Упражнения, вы знаете, мышцы тренируют, да? Придется избирать для себя терпение. В любой ситуации, если вы хотите возрастать, надо избирать терпение. надо избирать любовь, избирать веру, избирать благочестие, это все, что ты избираешь. И нам надо избирать терпение для того, чтобы достичь в себе характер Христа. Это нельзя сказать, что это невозможно, это нереально. Возможно и реально. Вы видите, это написано в Писании, пишет уже даже не Христос сказал, а апостолы, которые достигли. Не надо достигать терпения в других к вам. Не к этому мы призываемся, чтобы нас все терпели, а мы будем жить, как хочу. В себе достигайте терпения. в любых обстоятельствах в себе. Бог будет погружать нас в разные обстоятельства. Для того, чтобы расширять границы нашего терпения. Прелесть. Просто прелесть. И я, вы знаете, хочу этого. Потому что я хочу иметь характер Христа. Вот почему Яков говорит, что надо с великой радостью принимать, когда Бог нас вводит в искушение. Потому что мы приобретаем терпение. Помните, да? Потому что испытание веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие. Действие совершенное. понимаете? Не на словах я такой терпеливый действие для того, чтобы быть совершенным и для того, чтобы явить характер Христа. Терпение не приобретается в тепличных условиях, но именно во время страданий, искушений, огненных. когда мы принимаем образ умершего для этого мира. Вместе со Христом на кресте. Распинаем себя этим крестом и распинаем мир этим крестом. и так хочу еще повториться. Терпение необходимо для того, чтобы нам быть послушными Господу. Для того, чтобы исполнять Его волю. Потому что иногда, когда Он говорит, Он сразу же не выполняет время. и если у тебя нет терпения, ты не дожидаешься. Как Саул, он не дождался. И мы можем не дождаться посмотреть, ну где, ну что, уже столько лет прошло. Бог сдвинет. Это такой светильник. Но чтобы Его волю исполнять, надо иметь терпение. Чтобы быть водимыми, и Духом Святым, надо иметь терпение. Для того, чтобы проявлять любовь, надо иметь терпение. Для того, чтобы прощать, надо иметь терпение. Для того, чтобы снисходить, что надо иметь? Терпение. Для того, чтобы быть смиренным и кротким, надо иметь терпение. Кротость, воздержание, это все терпение. помните, как Галатам написано 5.22.25 плод же Духа нашего любовь, радость, мир и долготерпение границы очень далекие долготерпение благость когда есть долготерпение уже есть и благость, и милосердие и вера, и кротость, и воздержание все будет на таковых нет закона не нужен закон на таковых такому человеку не надо говорить нельзя знаете почему? он не делает ему не надо говорить ему не нужен закон он исполнитель написано, но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями если мы живем по Духу то по Духу и поступать и так терпение это один из плодов нашего Духа без терпения ни один из плодов Духа не будет значиться почему будет червивым хорошее настроение я терплю но когда у меня плохой настроение не подходи ко мне близко знаете такое, да? обходит стороной плохое настроение что это? характер Христа? я думаю близко не стоял с характером Христа правда? хорошее настроение плохое настроение голодный сытый выспался не выспался больной здоровый не играть никакой роли если у тебя характер Христа если у тебя есть совершенного характера терпения так что если мы желаем это получить если мы хотим по-прежнему расширять наши границы для всего остального тогда будем приготовлять себя к расширению нашего терпения даже для того чтобы восхитить обещанное надо иметь терпение как сказано у них не было терпения поэтому не восхитили обещанного вы знаете те у которых нет терпения они не дожидаются и не восхищают они не доходят до цели можно сказать они сходят с поезда раньше остановки потому что не видят станцию а станция она за поворотом твоей судьбы они не видят и сошли потому к евреям сказано терпение нужно вам чтобы с полной волю Божью получить обещанное если мы будем с вами читать откровение Иоанна сколько раз Дух Божий сказал про терпение я не буду все перечитывать два раза хватит откровение 2-3 ты много переносил и имеешь терпение и для имени моего трудился и не изнемогал когда есть терпение ты не изнемогаешь понимаете у тебя хватит терпения до конца твоего выдоха продолжать любить Христа другое откровение 14-12 говорится придет такое время о котором сказано здесь терпение святых мои хорошие это целое время целый период будет такой где будет только одно терпение святых соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса не бесов будут гонять не проповедовать не будут ничего не исцелять все что им зачтется это что? это терпение святые будут иметь такое терпение что в этом терпении в это страшное время они будут соблюдать заповеди а почему сказано соблюдать заповеди потому что в это тяжкое время даже заповеди будет тяжело соблюдать не убей не укради не обижай продолжай любить но это будут святые терпение святых соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса так что мои дорогие оказывается нам так надо терпение нам так недостает терпение вы замечали за собой честно замечали честно если мы честные люди то мы честно ответим замечали правда значит будем просить Господа расширять границы будем будем я уверена Бог дает всем по силам он не даст тебе столько сколько ты не понесешь и если он тебе дал столько страданий к примеру для тебя это уже много может для другой это ничего но Бог видит что тебе много нельзя доверить страдания вы знаете я однажды такое общение имела с Господом и он мне как бы показал это я вот видела это духовно что он по граммам взвешивал для нас страдания по граммам взвешивал нам радость потому что он сказал даже радость вы не можете перенести если это много даже от радости у нас может лопнуть сердце вы знаете он взвешивает сколько ты человек можешь понести если тебе доверено много страданий значит ты сильный значит ты сильный человек значит ты можешь это понести не говори не могу сверхсил неправда просто проси Господа чтобы то что Бог дает пусть совершает тебе терпение но и сам трудись ничего не сваливай на Бога а сам характер свой проявляешь нет если мы хотим чтобы произвел в нас терпение значит мы избираем я буду терпеть и терплю потому что больше всего мы не терпим своим язычком правда и все остальное я вас благословляю благословляю вас на путь терпения благословляю вас благословляю вас и Субтитры подогнал «Симон»